В Запорожье сегодня просили с бойцом спецбатальона Донбасс, с Донеччины, из зоны боевых действий. Тело погибшего по просьбе родных, проживающих в Запорожской области, вывезли представителей Запорожской самообороны. Бойца, чьим позывным было имя Матвей, похоронили в одном из сел Тамаковского района на Днепропетровщине. Погибшему бойцу было 61 год. В прошлом пограничник. Майор в отставке, рассказывают родные. Вызвался добровольцем служить в батальоне Донбасс. Погиб 23 мая в боях под селом Карловка Донецкой области. Рано утром, где-то в начале 8-го, он позвонил маме, сказал одно слово. Ну, я так понимаю, что или засада была, или что-то такое. А в 8 часов я открыла интернет, и там описывалось, что батальон Донбасс попал в засаду. Под Карловкой. Я следила весь день. Так как он отзванивался раз в день. В этот день он просто не позвонил, а вечером перезвонили совершенно с чужим отелями. С родными погибшего связались террористы и предложили забрать тело из зоны боевых действий. За помощью, рассказывая дочка бойца, обратились к представителям Запорожской самообороны. Те выехали под Карловку. Сестра обратилась к нам. Мы договорились о том, что они дадут возможность забрать тело. Выехали туда, на место событий забрали погибшего и привезли сюда. Они нам гарантировали безопасность при условии, если мы приедем на открытом автомобиле, вчетвером, с белым флагом, и при условии, если у нас с собой не будет оружия. С погибшим патриотом прощались родные, представители Запорожской самообороны и братья по оружию. Траурная процессия прошла по проспекту Ленина. Песня. 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 Песня.